Эпиземиологическая ситуация в Восточном Казахстане остается нестабильной. Люди продолжают заболевать коронавирусной инфекцией. Самым эффективным способом защитить здоровье граждан все так же остается вакцинация и ревакцинация. Кому и когда нужна повторная прививка против COVID-19, расскажут мои коллеги. Бустерная доза вакцины от коронавирусной инфекции или усиливающая ревакцинация. Это повторная прививка, направленная на поддержание иммунитета, полученного после введенных ранее двух компонентов. Как сообщают специалисты, иммунитет после вакцинации со временем снижается. Однако можно напомнить ему о вирусе и о борьбе с ним, сделав повторный укол. Ревакцинацию мы начали с 22 ноября. Из них мы привили уже 7,5 тысяч населения. Из них более тысячи человек – это пенсионеры. Около 500 человек у нас медицинские работники получили ревакцинацию. На данный момент мы поставим ревакцинацию Pfizer. Это для лиц старше 60 лет и медицинских работников, а также ВИРСЛ. До этого мы проводили вакцинацию спутник Вайта. Как отмечают врачи, в больницах ажиотажа нет. Все проводится в плановом порядке. Как и прежде, желающий получить прививку заполняет добровольное информированное согласие. Затем посещает кабинет врача-терапевта и в случае отсутствия противопоказаний направляется в прививочный кабинет для получения вакцины. В медицинском учреждении есть четыре оборудованных для этих целей кабинета. Благодаря большому количеству прививочных пунктов в коридорах больницы не создаются скопления людей, ведь им не приходится стоять в длинных очередях. Да, я сегодня проходил ревакцинацию, получил вакцину Pfizer. Очень хочу специально отметить весь персонал медицинский, очень вежливый, практически без очереди. Все рассказали, все объяснили как. Только что укололи, поэтому пока никаких болезненных ощущений нет. Вспоминая, когда проходил полностью вакцинацию, ну тоже практически никаких последствий не было. Я являюсь пенсионером, хочется еще продлить свой активный образ жизни, поэтому я и делаю и вакцинацию, и ревакцинацию. Одно ясно точно – жители областного центра бережно относятся к своему здоровью и осознают всю важность ревакцинации. Независимо от того, врач – это или пациент, пенсионер или подросток, каждый гражданин хочет сохранить свою драгоценную жизнь.